Здрасте! С вами снова дядя Лёва и его адская машина, которая колонна. Теперь мы подбираем плотность намотки сетки в царе. Обычно берут метр сетки из нержавейки или из виде для двухдюймовой на один пыш. Ну, я взял, намотал метровый пыш, медный, вот эту двухдюймовую, на трёх киловаттах, не заклюбивается, а надо, чтобы колонна в незаклюбном режиме работала, поэтому надо потолще намотать. Взял я, намотал два медных пыша, точнее два по метру, их блинчиком и мотаем из них пыш. Запустил эту штуку, рабочая мощность у неё примерно на 1800 ваттах, а далее она уже заклюбивается, но это нормально. Потом думаю, надо все пыши уплотнить, а то там вообще импеданс полный творился. Ну, взял, накрутил вот в одной метровой царе, а в ней ещё полметровые загашники есть, мы для неё ещё доберёмся. Вот я накрутил метровые царе ПЖ, двухметровой длины. Теперь пытаемся мы найти, при какой мощности у этой колонны захлёп, предзахлёп. Пробовали полтора киловатта, захлёбывается 1300, захлёбывается, сейчас мы на киловатт пробуем, но если на киловатте захлебнётся, придётся их отматривать. Вообще, долго подбирать будешь эту серку. Поэтому, со стороны геометрии, лучше всего тарелки. Геометрия у них конкретная, её поменять довольно трудно. С другой стороны, тарелки имеют красивый вид, наглядный процесс, но малое количество теоретических тарелок действующих. Поэтому ещё есть у нас спирально-призматическая насадка, она же Селиваненко и ей подобные. Она прям дороговатая, но говорят, что она хорошо работает, но она ещё и хорошо стоит. Но, думаю, мы до неё тоже когда-нибудь доберёмся, а сейчас мы попробуем таки подобрать сетку. Да и вообще её, вот так-то можно по-всякому. Но всё ещё впереди, увидимся.